Скажите, пожалуйста, в чем вы видите наше будущее и каково оно? Я вижу будущее в том, чтобы мы избавились от ненавистников, чтобы понимать, кто находится рядом с нами, и чтобы они понимали, кто находится рядом с ними. Очистить наши границы, сделать такие условия, чтобы мы могли спокойно существовать и объединяться. Объединение более-менее понятно людям. Вот сейчас такое объединение. О чем вы говорите после войны, после победы? Нет такого после войны. Нет. Мы находимся, в принципе, в состоянии постоянной войны. Почему? Ну, потому что враг этого желает. И поэтому нам надо не ослабляться, не делать так, как это произошло перед этим нападением. Вы говорите о внешнем враге, вы постоянно говорите о внутреннем. Что с внутренним врагом нашим? Внутреннего врага надо убеждать, что у нас нет другого выхода. Кто такой внутренний враг? Мы сами. Мы сами. Между собой. Я думаю, что здесь нам надо пройти очень серьезное перевоспитание. Между нами должна быть дружба и поддержка. Как ее добиться, скажите, пожалуйста? Объясняю, что иначе мы не выживаем. Вот сейчас понятно, сейчас мы соединенные бедой. Тогда мы будем, например, на гребне победы. Ну и разборок, скорее всего, того, что произошло, почему и как. Возможны варианты всякие. Как выстроить страну? Как выстроить будущее народа? Как? Скажите, пожалуйста. Только в объединении. Мы должны об этом говорить постоянно. Мы должны заботиться о пропаганде объединения с самых молодых лет и далее в течение всей жизни. Вы все время говорите, что объединение над собой. Потому что мы эгоисты, особые эгоисты, самые большие в мире. И поэтому нам надо объединяться именно над нашим эгоизмом. Это же работа, она нескончаема. То есть это же никогда не закончится. То есть это закончится? Нет. Этого же врага мы не можем уничтожить? Нет, и не надо. И очень хорошо, что он есть у нас. Творец создал нам такой эгоизм специально, чтобы мы работали над ним постоянно и поднимали себя все выше и выше. До него. Это главная наша работа? Да. А если мы пасуем, а если мы снова входим в распри? То внешний враг нам об этом напоминает. То есть мы должны очень четко завязать наши распри, и уровень их вызывает такой же уровень ненависти к нам? Да. Это правильная формула? Конечно. Причем от всего мира. То есть если в нас этот страх войдет, что в тот момент, когда мы начинаем между собой войны, войны приходят к нам, чтобы объединить нас, но уже на внешнем уровне. Да. Если эта формула будет у нас существовать, этот страх, если будет у нас существовать, жить с таким страхом, вы считаете, нормально? Вот с таким? Нормально. Да? Да. Именно благодаря этому страху мы сможем двигаться к объединению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!